да всем привет купили сегодня новые покупочки сейчас я здесь нужен норму кто приехали купили новые покупки для огорода чай не подкупила потому что то сгорел купила себе лечку новым уж уже и опробовал так стоит такая лека 2 200 на 8 литров там было поменьше я хотела ну не было поменьше точнее что они купили тоже на рынке за 2000 тенге всего лишь потом купили вот отрава от муравьев ужасно много муравьев еще землю привезли но вот мне еще больше муравьев вот муравьев тараканов мокрит бог мух и других насекомых родителей купили две новые лампы у нас здесь беседки она сгорела вот одна горит а вторая сгорела вот ее будем сегодня менять вот такую же купили как вот здесь у нас но почему-то с нее по форму палом хочу попробовать его заклеить на место поставить купили самое главное себе казан для улицы 22 литра вот такой большой с крышкой 22 литра вот теперь у нас будет на улице хороший большой казан можно и плов валить и жарить и парить и все что хочешь можно делать можно на нем даже самсухи будет жарить нагреть его и сюда как на тандыре жарить вот купили большую поливалку как жук называется опрыскиватель классный купили вот жука сейчас его покажу он там на веранде его оставила чтобы на солнце он не жарился не портился вот и покажу что еще купила интересного купила для себя покупочки так вот жук наш новый жук вот будем сегодня им опрыскивать деревья вот у нас был другой поменьше но он сломался это вот такой 9 литров он большой вместительный нам повезло мы купили его дешево за 7000 всего а там маленький 7500 7500 а маленький стоял 5 литровый он был 9 9 чем-то 5 литров был 9 чем-то а мы в другом месте походили походили нашли вот это он один единственный оставался и вот мы его забрали нам там повезло будем сегодня опрыскивать все наши деревья и сейчас покажу что еще купила так купили у нас это закончился уже у меня остался только мой который одуванчиковый я варила ссылочку оставлю можете посмотреть как я его делала делается очень легко он жидкий и его я заговорила уже добавляю в кашки творожок а это я купила обычный мед это липовый алтайский это нет это барнаульский это липовый тоже алтайский и вот этот мед разнотравия нет ни разнотравия ну очень важно не помню как он назывался вот и вот такой взяли вот это получается два с половиной килограмма меда взяли и наконец-то я купила нашла давно хотела своя мечта моя это вот такая штучка для специй здесь 16 баночек она вращается я вам покажу я взяла черную такую чтобы не подходила сейчас я вам покажу я вот и вытащил вот такая штука очень классно она мне очень нравится я видела ее очень давно в боку ну тогда что я не купила ее не знаю почему тащить не захотела людей не пожалела не знаю в общем почему я не купила вот я ходила все искала у нас здесь и вот наконец она у нас появилась спустя шесть лет я как-то те года ходила не видела вот в этом году ходила и как-то мне попалась мне сразу опять же не взяла тоже что-то денег мне не было с собой и вот купила сегодня наконец-то если взяла сейчас я ее открою покажу сразу еще что купила и потом покажу ее здесь вечером я занесла сушиться а газета дома не оказалось что-то не додумалась на полотенце сразу положили не так положила пока нам на полотенце хотела положить ее сушить это у меня перечная мята здесь у меня мелисы она будет вообще сегодня всю ноту срезать и нужно ее уже сушить вот я купила себе новые покупочки это микрофончик я себе взяла для съемки и купила себе вот такую треногу я сначала купила же себе для съемки салфи-палку на нее иногда снимала на нее очень неудобно потому что она очень неустойчивая она всегда падала не было очень неудобно снимать вот я купила себе треногу сейчас ее соберу покажу и на нее сниму как вот эту подставочку для специй для баночку господи заговорилась уже для специй вот она вот такая тренога она удлиняется так вот здесь регулируется вот эта штучка верхняя и сюда прикручивается держатель вот для телефона лучше прикручу покажу вот такая тренога вот классная штука она поднимается ножки вот можно поднимать у нее очень хорошие устойчивые ножки и теперь я смогу вот она так фиксируется еще оказывается вот и еще не все знаю и даже можно по уровню выставлять видите вот мне оказывается ровно по уровню стоит и все регулируется выше ниже наклоны вот она здесь ручка мне такая есть она регулирует ручкой туда-сюда можно поворачивать поворотная ручка ну вот сейчас я зацеплю сейчас я вам покажу эту штучку вот такая подставка она вот так крутится очень удобно баночку открываете достаете какую надо здесь у него дырочки специально для специй и можно насыпать вот насыпать можно сюда наклеечки сделать какие-нибудь чтобы знать где что и все но взяла большую на 16 банок была еще поменьше на 12 банок вот три ряда ну что-то мне захотелось большой не знаю посмотрю если это будет слишком большая потом возьму поменьше эту продам посмотрим но это удобно давно хотела такую штуку потому что специи приправ у меня очень много всяких разных я их очень часто использую поэтому так очень удобно вот сюда как раз как хотела я сюда поставила вот вертится сейчас просто поправить чуть-чуть надо вот и все это у меня баночка с чаем тут всегда стоит и вот будет здесь баночка с чаем стоит все удобно хорошо пожалуйста какого надо достал насыпал красота ну посмотрю если это будет слишком большая неудобная то тогда просто возьму поменьше бабочки просто заменю и все классно очень давно хотела такую штучку сюда можно и для шашлыка приправы всякие 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 в общем классно я прям очень довольна наш старый жук он идет вот 5 литровый тоже хорошо работалiful хорошо работал но отработано сколько два года три года и его дашь наоборот ветер написан арюборда короче сработались не кончил всего он сломался по покажу что олимем сломалась вот смотрите вот если не мой спусты шо он чистый не переживайте поэту у нее родом узла заклеить вообще вот этот шо у него 어머 поэтому шву я покупала такую ленту которую рекламирую по телевизору что она якобы клеить все и клеить и в бассейне и везде-везде. И вот мы заклеили этой лентой, но она ничего она не держит, не клеит и все пропускает. И вот она отклеилась. Почему? Потому что из-под нее вода лилась. Вот. И мы занесли ее домой. Я хочу попробовать ее заклеить молекулярным клеем. Это такой клей, который в горячий пистолет вставляется. Горячий клей еще называется. Хочу попробовать их заклеить, если получится. Я, конечно, тоже очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, здесь кроме пластика ничем не заклеишь. Ну попробуем, посмотрим. Вот такой вот жук у нас. Это уже третий у нас жук. Первый у нас еще маленький бочонок, еще поменьше. Он трехлитровый был. Тот вообще быстро сломался. Этот три года еще прожил. Посмотрим, насколько хватит того жука девятилитрового. Вот, ребят, покажу вам свою селфи-палку, как я вам ее так и не показала. Она вот такая большая, на пульту управления. Работает таблютузом. Классная вещь. Удлиняется очень сильно. И самое классное, то, что она подходит к моему штативу. У нее есть как раз специальное место, куда прикрутить штатив. И у меня получится очень-очень высокая селфи-палка. В общем, у меня теперь классный штатив. Я поменяю крепление на селфи-палке, на вот это, который держатель для телефона, он получше, попрочнее и удобнее. И все. И у меня будет классная штука для съемки. Ребят, я ее собрала. Вот это держатель для телефона. И вот такая у меня получилась палка. Получается, она очень-очень длинная. Я ее на стол поставила. Уж извиняйте. Она новая, чистая. Так, вот, ребятки, мы разобрали одну лампу. Сейчас вот ее будем вешать сюда. Вот сейчас муж Сарлы тут сломанной снимет, которая сгорела. Они эти лампы одноразовые, но они недорогие. Вот, говорю, эта стоит 2,400. Она идет 80-ка. Вот, 80-ка. А вот эта 90-ка ватт. И она стоит 2,600. На 200-ке там разница. Ну, мы сейчас одну пока поменяем. В принципе, она у нас пока горит нормально. Ну, это пусть будет запасная. Еще куда-нибудь пригодится. Может, в гараже повесим ее. В гараже, потому что у нас там плохой свет. А вот, может быть, ее повешим на стену в гараж, и она будет хорошо там нам освещать. Сейчас посмотрим. Ну, вот, все замечательно. Теперь у нас не выключать пока. Ребят, я извиняюсь, что сегодня вышло другое видео. Должно было выйти видео с потерянными посылками, с распаковкой, но вышла распаковка осознанных покупок. Так как моя посылка немножко опоздала, я не успела ее смонтировать. И вчера у мам был день рождения, я тоже была немножко занята. Поэтому видео с распаковкой потерянных посылок выйдет во вторник. Ну, а сегодня вот такое небольшое видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Увидимся скоро.